В отношении 45-летней жительницы Нефтекамска совершено мошенничество. Гражданка, поверив неизвестным, получила автокредит 2 миллиона 300 тысяч рублей и, обналичив эту сумму, перевела через банкоматы на счета злоумышленников. Изначально ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что срок действия сим-карты истёк. Порекомендовали срочно назвать код из сообщения по телефону. Код оказался кодом доступа в личный кабинет на портале государственных услуг. Впоследствии данной гражданке присылают письмо со скриншотом личного кабинета госуслуг и заявляют ей о том, что на её имя оформлен крупный кредит. Доверчивая гражданка начала следовать указаниям, поступающим по телефону. Таким образом, она оформила кредит и крупную сумму перевела мошенникам. На примере данного факта мы обращаемся к жителям города. Напоминаем о том, что сим-карты выдаются гражданам бессрочно и абонентский номер действует, пока на балансе имеются денежные средства. В течение недели сотрудниками полиции зарегистрировано несколько фактов оформления на горожан микрозаймов через портал госуслуг. В ходе разбирательства установлено, что граждане, сменив номер телефона, не отвязали его с интернет-приложений. Буквально вчера обратился житель города. Пока он находился на службе, на него оформили несколько микрозаймов на сумму 42 тысячи рублей. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ещё один случай зафиксировали в полиции буквально на днях. 19-летняя студентка перевела мошенникам 1 миллион 300 тысяч рублей кредитных денег. Решив найти подработку, девушка зарегистрировалась на популярном сайте вакансий и откликнулась на должность менеджера телеграм-канала. Ей позвонил неизвестный и сообщил, что вакансия занята, но предложил заработок путём инвестиций. В итоге девушка осталась без дохода, но с долгами перед банком.